народ привет продолжаем рубрику мини распаковочки и сегодня у нас на обзоре вот такие вот мосты от компании инжора мосты заказывали с алиэкспресса ссылку на мосты оставлю в описании мосты как заявляет производитель от второго аксиала но это не полная копия просто сделаны немножко подобным образом сделаны на первый взгляд качественно задняя крышечка у моста откручивается изнутри орех как бы поменьше мосты были куплены взамен существующим от аксиала первого поколения вот для сравнения я снял со своей модели мост от первого аксиала вот посмотрите какой здесь орех какое здесь ну на первый взгляд существенная разница есть вот но мне кажется что у этих мостов тоже орех больше чем у мостов от аксиала второго поколения сейчас мы с вами возьмем штангель циркуль и замеряем орех размер ореха ну будем так считать 43 миллиметра орех меряем теперь орех у новых мостов возьмем самом большом месте 32 32 и 43 это существенная разница целый сантиметр 10 миллиметров разница прям таки серьезная чик вот настолько у нас будет как бы просвет будет больше если мы берем грубо говоря по центрам вот где-то получается если тебе разница просвет увеличивается у нас где-то миллиметров на 5 на 6 но это мы еще посмотрим так следующее что мы сделаем мы померяем длину а длину мы штангером не померяем померяем только вот так длина идентична вот получается от кардан до кардана полностью все сходится длина у них идентичная значит никакой разницы ширине колеи не будет угол поворота я так смотрю будет больше чем даже у тренингованного аксиала первого поколения углы поворот хорошие так ну что уже поезженный мост мы убираем в сторону возвращаемся к мостам от компании инжора очень хорошо сделано проушины крепление 1 и крепление 2 и вниз и вверх можно будет крепить я не знаю сюда наверное линки сюда на амортизаторы но посмотрим не могу точно сказать забегая вперед расскажу то что уже вскрывал их вот кто подписан на группу вконтакте уже видели смазки мостах практически нету вот и мне еще не понравилось вот это вот биение неравномерное как отключение как будто ось касается кривая впереди мосту такого нет ну тут полуоси и плюс еще хотя вот смотрите я не знаю будет видно смотрите вот сюда на прорезь как тяга там работает смотрите ведь и и трепет там вверх вниз что ту что эту не знаю будем смотреть так дальше что у нас чтобы разобрать мосты придется раскручивать все болты которые тут есть для смазки только 4 и что мне еще не понравилось люфт смотрите очень сильный люфт сейчас мы с вами разберем и посмотрим получится ли это убрать или не получится или это будет убираться уже смотрите вот видите как он работает он как пружинит всем будем разбирать смотреть что такое не видно вот и поворачиваю хлоп назад или это будет карданом подтягиваться будет так вот катится уже потому что если то до конца нажимаю то там все закусывает на себя оттягиваю работает ровно ну что разберем посмотрим пока разбираем говорю подшипнички везде вот смотрите там подшипнички здесь как одеть колпачок вы не перепутаете потому что с одной стороны широкая прорезь с другой стороны узенькая по-другому у вас ничего не налезет тут смазки вообще никакой нет единственная где я увидел капельку смазки это на главной паре все больше нигде ничего нет так что советую все смазать так вот смотрите скрываем смотрите какая большая крышечка поддерживающая подшипнички наши и вот смотрите вот я выкручу об срывками рывками давайте разбирать дальше так смотрите про уши на у нас можно перевернуть если понадобится кому-то втыкаются хорошо но туда-сюда не поменять слева направо потому что отсюда болт одна про ушинка вторая так смотрели они пустым отверстием к верху ну что раскрываем так ребят мосты литые пополам не разбираются выдергиваем оси кстати вот как посмотреть кривая на или не кривая непонятно а вот и тут еще одно один упор но сам достаться ничего не достается вот это номер я думаю оси то должно быть одинаково выдернуть себя не угу оси ребят вот такие квадрат на краю несколько утолщений так что забивать смазку будем отсюда прям так ну что достаем главную пару смотрим значит у нас здесь подшипнички тут металл металл темный но вроде смотрю такой не силеумин какой-то крепенький так и в эту же сторону достается главная пара подшипник оттуда подшипник отсюда про смазку уже сказал смазки практически нет что мне нравится то что он на болтике сидит меня были трасс защелки она скачал и все внутри переломалась все там перепортила вот такой вот мост значит набиваем смазку вот 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 люфт будем убирать проставочкой до кардана все тогда будет хорошо вот такие вот мосты не пойму только вот с кривизной непонятно не как то то ли они ровные то ли нет просто их не вот смотрите вот кривые об кверху книзу кверху книзу кверху книзу но мне кажется это может даже не оси самом дифференциале я конечно в руках немного болтаю но ее прям реально ощущается вверх вниз вверх вниз и вот как бы вот эта сторона вроде ровная сейчас поменяем оси местами и посмотрим это вот здесь вот посадочная еще раз пробуем смотрите поменял я получается литье в этом пластике криво сделано шлицы уже сорваны не знаю как будет откручиваться ну что я хочу сказать тут реально видно что куда-то смещено получается делал все вот в этой фигня одна вот смотрите с этой стороны мы смотрим к мур ровненько а этот прокат в сторону уходит вот так вот вот такой вот обзорчик вот эти штуки я так понимаю и здесь тоже самое нас тоже самое гуляет она получать вот эти у всех бракованы так что аккуратненько заказом и проверяйте сразу не знаю продавец что-то сделает не что делать нам я не знаю попробовать проточить немножко надфилем не знаю будем пробовать смотреть те кто будет заказывать с разблоченным диффом я думаю что это такого не будет все мосты мосты интересные орехи маленькие в статном получается у нас вот под орехом вот на моих колесах колеса всех разные у меня 114 миллиметров вот у меня было порядка 33 миллиметров под орехом вот соберу фотки приложу до и после ну все всем пока спасибо за просмотр и если понравилось ставьте лайки подписывайтесь на канал пока пока